МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уровень воды в реках края близится к критическим отметкам. К примеру, в Катуне за минувшие выходные он значительно вырос в районе села Сростки. Сотрудники МЧС не исключают, что в ближайшие дни может начаться вторая волна паводка. Заметно прибавила и опь у Барнаула только за последние 4 дня на 20 сантиметров. На сегодняшний день ее уровень составляет 533 сантиметра над нулем водомерного поста. До критической отметки остаются всего 7. Режим повышенной готовности ввели на территории барнаульского поселка Затон. В связи с ростом уровня воды в Аби открытие пляжа на острове Помаскин откладывается на неопределенный срок. Наша съемочная группа сегодня пыталась попасть на его территорию, однако им это не удалось. Пляж полностью под водой. По словам сотрудников МЧС, в ближайшие дни ситуация будет только усугубляться. Категорически нельзя купаться. Паводковая вода большая, она с собой приносит коряги, различного рода засоряется вода. То есть как можно получить просто травму. А еще плюс ко всему, паводковая вода, она очень холодная. Очень опасный резкий перепад температуры, то есть резко войти в воду. Кстати, этим летом планируют открыть почти 60 мест для купания. В настоящее время работает 16, причем большая их часть находится в детских лагерях. В Крыловой столице пока нет ни одного официального открытого пляжа, ближайший в Первомайском районе. А вот жители Рубцовска уже топят, но не паводок причины их бед, а капитально отремонтированный мост через реку Аллей. По мнению рубцовчан, причина подтопления – временная переправа, которую строители установили, когда проводили капитальный ремонт моста. Некоторые садовые участки похожи на болото. Люди боятся даже наступать на сырую землю. Многие огороды в заброшенном состоянии. Когда делали мост через Аллей, сделали временную переправу и отсыпали там опору для нее. А потом их так и бросили. И это получилось как запруда аллея. Она там высоко, и здесь вода высоко поднимается. Она и на город идет. Оказалось, что в местной администрации о проблеме садоводов знают. По заверениям чиновников, в ближайшее время проблемную территорию осмотрят специалисты-гидрологи, которых намерены пригласить для проведения научно-изыскательских работ. В Новоалтайске впервые начался ремонт дорожного полотна в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Город находится в составе Барнаульской агломерации. Ему в этом году выделили больше 100 миллионов рублей на новый асфальт. Тему продолжит Ирина Корчагина. После поездки по такой рыхлой дороге может понадобиться мелкосрочный ремонт, говорят водители. Асфальт на улице Октябренок – один из самых травмированных во всем Новоалтайске. Похожая ситуация на Анатолия и переездной. В ближайшее время на этих объектах должны исчезнуть все колдобины. В настоящее время ведутся работы на пяти объектах уличной дорожной сети города Новоалтайска. Вообще планируется ремонт восьми автомобильных дорог протяженностью более восьми километров. Ремонт уже идет на улицах Пруцкая, Шукшина, Диповская, Тимирязево и промплощадка. Помимо асфальта там установят комплекс с фото- и видеофиксацией правонарушений. Всего на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» на Новоалтайску было выделено 106 миллионов рублей. Более миллиарда на всю Барнаульскую агломерацию. В этом году у нас получается 4 участка больших. Это Белояр-Заринск, Фирсово-Бобровка, Расказихо, Обской мост, это подъезд 4 километра и вот город Новоалтайск. Появится у нас дополнительная агломерация, агломерация Бийск, Рубцовска, потому что развивать, так скажем, только в столице, ну естественно, этого невозможно. То есть идти чуть дальше, расширяться будет замечательно. Дорожники говорят, что за короткий сезон сложно уложить более 100 километров свежего асфальта в Алтайском крае. Поэтому им приходится работать и в жару, и в дождь. К 1 октября подрядчик должен сдать все работы. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Автопарк Барнаула изношен на 50%, а половины водителей не хватает. Автоперевозчики краевой столицы вновь подняли вопрос о повышении стоимости проезда и компенсации за льготных пассажиров из краевого и городского бюджетов. Предложение направлено к врию губернатора Виктору Томенко. Как рассказал директор ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула Николай Долженко, в самом тяжелом положении сейчас оказались компании, которые работают с льготными категориями граждан. В среднем на проезд одного краевого и федерального льготника в бюджете заложено 800 рублей, а городского всего 420, тогда как реальные затраты, по словам Долженко, составляют 1100 рублей. К слову, в Бийске и Рубцовске компенсируются 100%. Это одно из предложений перевозчиков. Стоимость проезда просят увеличить на 2 рубля, аргументируя необходимостью обновить парк автобусов и поднять зарплату водителям. В среднем она сейчас составляет 18-20 тысяч. За 5-6 лет не купили ни одного большого автобуса. Очень в плачевном состоянии. Каждый год, допустим, 20 автобусов нужно менять. 8-10 лет ходит подвижной состав, а у нас их 300. 120 машин надо приобретать уже на сегодняшний день. И свыше 50% нехватка водителей. Пока речь идет о повышении тарифа не больше, чем на 2 рубля. Все возложить на пассажира нельзя. Кроме того, перевозчики предложили вернуться к старому подходу, когда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой и малой вместимости была разная цена. Напомним, в последний раз стоимость проезда в Барнауле поднимали в декабре 2016-го. В мэрии города отвечают, что решение пока не принято. Прокуратура Павловского района проводит проверку по сообщениям в средствах массовой информации о лебедях, которые попали в маслянистую жидкость в конце прошлой недели. Птиц от гибели спасли и барнаульские волонтеры. По словам специалистов-орнитологов, большую часть пострадавших лебедей уже на следующей неделе могут выпустить на свободу. Подробнее Илья Кочетков. На видео, снятом жителями поселка Комсомольского Павловского района, стаи лебедей-куликунов плечатся в речке. Несколько часов спустя этих же птиц не узнать. Со слипшимися перьями, покрытой маслянистой жидкостью, напоминающей подсолнечное масло, беззащитное. Смотри. Барензукуторно уходит. Барензу. Ольга Хапкова, руководитель зоозащитной организации «Ангела на обочине», говорит, первых птиц в одну из барнаульских ветклиник привезли местные жители. Отяжелевшие крылья мешали пернатым улететь. До вечера удалось собрать еще несколько особей. В клинике их стали отмывать. Остальных лебедей отлавливали и перевозили в Барнаул до поздней ночи. Вот эти лебеди еще живые, еще им нужно помочь. Еще более-менее активные. А там уже лебедь, уже мертвый. По словам орнитолога Алексея Эбеля, птица погибла, скорее всего, от теплового удара. Пропитавшиеся маслом перья уже не спасали от жары, а температура в тот день была выше плюс 30. А вот и сама ловушка – отстойник бытовых отходов рядом с поселком Комсомольским. Кто-то вылил сюда неизвестную пока жидкость, возможно, связанную с переработкой подсолнечника. На запах семечек, по мнению орнитолога, и слетелись птицы. Видели, вроде бы, местные жители 17 птиц. Мы насчитали 16 дорожек выхода из этого масляного пятна. Но удалось найти всего 12. То есть где остальные, сказать сложно. Рядом с деревней, собаки, всякое могло быть. Оставшиеся в живых лебеди пока приходят в себя в вольерах. Их приютил владелец клиники. У двух, говорит Эбель, ожоги и раны, но остальных можно будет выпустить уже на следующей неделе. Они, скорее всего, отправятся в Кислухинский заказник рядом с Барнаулом. Перед этим ученые их окольцуют. Причем на кольцах напишут имена, которые дадут лебедям, спасавшие их волонтеры. Между тем, прокуратура Павловского района уже начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, от какой именно жидкости пострадали пернатые. И если слили эту жидкость в отстойник незаконно, кто должен будет нести за это ответственность. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости. Более 85% выпускников края написали базовую математику на 4,5%. Стали известны первые итоги ЕГЭ по информатике, географии и математике, которую, кстати, сдавало около 11 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, результаты по этому предмету значительно улучшились. На отлично с заданиями справились больше половины школьников. Для сравнения, в прошлом году их было всего 37%. В два раза сократилось число неудовлетворительных оценок. Результат по информатике тоже высокий. Из 700 сдавших трое получили по 100 баллов. Вырос средний балл и по географии. А число тех, кто не преодолел минимальный порог, сократилось в два раза. В Министерстве края по образованию такой результат связывают с тем, что ученики стали ответственнее готовиться к государственной аттестации. И готовиться не последний даже год, а добросовестно учиться в течение всего периода жизни. Потому что все-таки темы, как я говорю, буквы мы учим, таблицу сложения учим в первом классе. Поэтому с первого класса мы готовимся уже к государственной итоговой аттестации. Добавим, что апелляция на результаты экзаменов принимается 14 и 15 июня с 9 утра до 5 вечера по адресу Барнаул, улица Партизанская, 195. Конфликтная комиссия будет рассматривать заявки 19 июня. В минувшие выходные на Алтай впервые привезли главную награду отечественного хоккея – Кубок Гагарина. Такой подарок болельщикам сделал Никита Лямкин, защитник Казанского хоккейного клуба. В этом сезоне его команда завоевала престижный трофей. Прикоснуться к которому наш земляк пригласил всех желающих, рассказывает Анастасия Дороган. Наш земляк – победитель континентальной хоккейной лиги Никита Лямкин и его триумфальное завершение первого сезона в составе Казанского хоккейного клуба «Акбарс». А учился гонять с клюшкой он в Бийске, затем играл в Барнаульском моторе. Высшую награду в российском хоккее сам предложил привезти на Алтай. В аэропорту Кубок встречали первые любители хоккея. Байкеры вызвали сопровождать Никиту до Ледовой арены. А к торговому центру для неформальной встречи тянулись уже десятки человек. Семьями, в хоккейной атрибутике, с российскими флажками. Такая высокая награда на Алтае впервые, пусть и в гостевом формате. И первое, что интересовало болельщиков, что чувствует обладатель Кубка. Эйфория, наверное, опустошение. Ты выплескиваешь эмоции за пять минут и просто опустошаешь себя, когда мы радуемся, там орем, кричим. Все, потом уже приходишь в раздевалку, ну и уже осознание, наверное, приходит. Дотронуться до массивного Кубка – тоже мечта многих, но решались на это не все – рабели. Зато объяснить, чем же ценен Кубок Гагарина, символично названный в честь первого только в космосе, здесь мог любой. Потому что там много золота, серебра, и тем более, как бы, ну, твои родители радуются за тебя. Мы все из Бийска, поэтому для нас, ну, это действительно событие, когда наш соотечественник выиграл и привез его сюда. Это вообще фантастика. У меня на самом деле скоро сессия, мне нужно готовиться, на место того, чтобы готовиться к экзаменам, я стою здесь. По мнению организатора встречи, такой восторг не пройдет даром и обязательно перерастет в чьи-то здоровые привычки или спортивные победы. Это историческое событие не только для хоккея, а для алтайского спорта. Это может никогда не повториться. Мы еще не осознаем важности момента. Кстати, Казанский Акбар сберет Кубок уже в третий раз. Секрет такой удачи, по словам Никиты, в сплоченности команды. Так что не стоит исключать, что наши болельщики увидят Кубок вновь. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжен спортивную тему. Фурболист Барнаульского «Динамо» пополнил ряды клуба из Германии. Александр Жиров перешел в команду из второй Бундеслиги. Контракт с Зандхаузеном рассчитан на два года. Ранее Жиров защищал цвета Красноярского «Енисея». О других не менее значимых новостях спорта прямо сейчас Станислав Сергеев. Спасибо, коллега. Итак, до главного футбольного пиршества осталось чуть меньше суток. Это, конечно же, о чемпионате мира. Более пристальное внимание болельщики с Алтая наверняка уделят еще одному нашему земляку. Тоже Александру, только Ерохину. Александр вместе с партнерами по команде провел заключительные тренировки в подносковной базе в Новогорске. Уж сегодня будут разминаться в Лужниках. Говорят, что все в строю. Нет ни травм, ни микротравм, ни повреждений. Игроки признаются, что волнения до сих пор не ощущается. В преддверии Мундиаля местные спортивные сайты опубликовали целую серию материалов про нашего мальчика. В том числе и федеральные. Так мыслями Барнаулец поделился с корреспондентами ТАСС. Игрок заявил, что сейчас в команде есть хороший сплав молодости и опыта. Речь идет о футболистах, которые ровно 10 лет назад вместе взяли бронзу на чемпионате Европы. Ровно точно такую же награду, как и гонщик из краевой столицы Алексей Калашников. Который выстрелил во время чемпионата России по драгрейсингу. Результат 8,7 секунды. За это время Барнаулец преодолел 402 метра. Оборудованные в Нижегородской области. Впрочем, еще бы. Только представьте, под капотом автомобиля скрывается 1000 лошадей. Увидеть в деле Алексея любители этого вида спорта с Алтая смогут уже 30 июня. Место встречи – аэродром Панфилова. Пока же третье место. На этом у меня все. Эти две с небольшими минутами вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Оле, 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 оле. Россия, вперед. Александр Ирокин, привет тебе с Алтая. Перерождение села. В Косихинском районе в одной из деревень с населением всего в 500 человек преображают главные социальные объекты и прокладывают дороги. Развитие поселка взяла на себя инвестиционно-строительная компания «Союз», купив местное сельхозпроизводство. Местная школа на 87 учеников. Первый объект, преобразить который, взялся «Союз». Здесь новый забор, асфальт, кровлям. На очереди полная отделка кабинетов и коридоров с заменой проводки и ламп на современные и удобные. Дети должны заниматься в комфортных условиях. Среда должна воспитывать детей. Такой подход к образованию педагоги переняли от руководителя инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина. Школу он сразу обозначил как опорный пункт села, будущее определил за детьми и продолжал вкладывать в местное сельхозпредприятие. Сейчас у компании 6,5 тысяч гектаров под пшеницу, гречиху, подсолнечник и работают на них малаховцы. Мне важно будущее производства, которое мы здесь развернули. Мы сюда пришли не на один день. Мы должны убедить людей в том, что хорошо жить можно в том случае, если человек будет хорошо работать. Здесь появился комбайновый цех, мастерские, возможно, откроют и маслоцех. «Союз» создает условия для жизни, люди берегут свой поселок. Вот главный договор Владимира Отмашкина с населением. И, видимо, он работает. Новые объекты продолжают появляться. Ко дню России открыли игровую и спортплощадку. У меня семь детей, и я вообще... Вот это внук. Я думаю, что это просто перспектива для детей. Смысла нет уехать куда-то, потому что это родина моих детей. Я даже в Барнауле не знаю, где, да, вот такой комплекс есть. Обычно во дворе или где-то там хотя бы в районе. Ленточку перерезали и у нового Дома культуры. Первыми там чествовали строители Союза. Владимир Отмашкин обмолвался на очереди возведения церкви и очистка озера. Все, чтобы решить их общую с населением задачу – возродить село и память о его жителях. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». На большей территории края ясно, лишь в западной части дожди. В Славгороде и Кулунде до 16 тепла, в Камнино-Абии и Рубцовске до 20. В Бийске – 28, в Белокурихе – 30, в Барнауле ветер восточный, ночью 12, днем 25 выше нуля. Иван Усатюк на фронте 41-го года. В 44-м прямой наводкой уничтожил несколько огневых точек врага. Когда противник атаковал батарею с тыла, в упор картечью расстреливал атакующих, а затем участвовал в рукопашной схватке. В итоге уничтожил больше 70 врагов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова